И когда в разговоре, знаете, и когда в дальнейшем, будучи уже, читая, и когда он мне спросил, ты знаешь, вообще, кто первый в рай попал? Мы знаем верующие, да, кто вошел с Христом, с креста в рай. Разбойник, если говорить на современном языке, это бандит, который был приговорен к высшей мере наказания. И меня всегда поражало, но почему он написано же, вот я никак не мог согласиться, в одном месте написано, что оба злословили его, да, злодеи, в Евангелии от Матфея, оба злословили. А вот уже в Евангелии от Иоанна один злословил, а второй унимал. Но почему он, а не оба злословили, а потом этот друг угомонился? Почему? И вы знаете, однажды слушаю одну проповедь, и потом размышляю, думаю, ну вот что-то здесь. И когда я размышлял, и Бог стал открывать. Вот знаете, евреи сами по себе, они такой народ брезгливый. Они к нечистому там, по закону все это, к тому, к тому не прикасаться, чашки ложки мывать, это там все. И вот они знали, что крест – это самое позорное орудие пыток, где распинают бандитов, то есть разбойников, насильников, убийств, предателей. И они считали их хуже, чем бешеных собак. И они никогда бы не пришли туда смотреть. Ну, приходили, может, родные, близкие, друзья, а массы народа нет. А этот разбойник увидел, что стоят тысячи. У него начал разум работать. Ну, что они тут делают? Они что, пришли на нас с подельником посмотреть? Или на этого? Ну, они же пришли все внимание не на меня, не на того, на моего друга. А вот на того, кто посередине. Почему? А может, он действительно тот? За кого себя выдает? И он-то жил, Христос ходил во времена этого разбойника. И он-то, Христос, ходил и творил дела, какие он не мог не слышать. Он слышал. Может, он с ним не встречался, не видел, но он слышал за него. И он начал думать. Он начал соображать. А может, действительно, он Сын Божий? А может, действительно, Мессия, Христос? А я сейчас вешу. И сейчас моя жизнь уже оборвется. Вот-вот оборвется. И куда я иду? А может, действительно, это все есть, что он говорит? Плачь, скорее же, зубов у муки вечные. И огонь неугасимый. Тот, что всю жизнь страдал, скрывался там от властей. Может, и в темницах сидел. Лучше приговорили к высшей мере. А там еще хуже. А может, действительно, он предлагает лучшее. И вы знаете, что Расбудник сделал? Он обратился к Христу. Он обратился через то, что он стал унимать своего друга. Говорит, что мы с тобой достойно совершили. Он признал себя грешным. Мы достойно по делам нашим несем. А он-то ничего худого не сделал. Разве ты Бога не боишься? Он знал, что Бог есть. Разве ты Бога не боишься? И, обратившись к Христу, Он даже ничего не посчитал нужным для себя попросить у него прощения. Он для себя считал, что он этого прощения не достоин. Не достоин. Он только сказал, помяни меня, Господи. Когда придешь, царство твое. И Христос в сию же минуту ответил, В сию же минуту будешь со Мною в раю. Слава Богу, дорогие мои. И знаете, я тоже думал, Дьявол тоже не давал. Да у тебя столько дел, у тебя столько грехов, У тебя столько, какой, да ты чего? Ну ты смеешься, ажельточек. И знаете, вот это настолько успокаивало. Место Писания, место Евангелия. И слава Дренин Господу, Что в тот день я уже так настроился. Думаю, надо поговорить. Ну а как дальше, какие шаги сделать, что делать? И вот здесь дьявол выходит на сцену. Он же тоже не дает так просто уйти человеку. А тем более в таком спецназе, в котором я был. В его спецназе. А когда еще, знаешь, в этом спецназе Ты при вагонах, при звездах, да? Ну в кавычках я имею в виду. Потому что преступный мир тоже и архия своя. Как в армии от рядового до генерала. Он тоже не хочет терять таких. И он сразу начинает мне говорить. Не помню, в это ухо или в это. Потому что он всегда говорит, вот сюда. Сюда он не может попасть. Он говорит, вот сюда. Почему слово говорит нам Божье? Бог предупреждает, надеясь на Господа чем? Всем сердцем. И не полагайся на разум. Извне идут стрелы лукавого. Мысли. Мысли. И как только мы пропускаем мысль. В сердце рождается грех. Женщина и ребенка носят девять месяцев. Пока плод крепнет. Семя крепнет. Плод растет. Крепнется здесь. Девять месяцев рождает. Мысль вынашиваем. Почему Петер сказал Аннане однажды? Почему ты допустил сатане вложить мысль? Куда? В сердце твое. Солгать Духу Святому. И вот он начинает капать. Кидать стрелы. Стучать. Да кого ты слушаешь? Кто он такой? Кто он такой? Нормально ты здравомыслящий человек. Выйдешь. Все будет нормально. Кого ты слушаешь? Но видишь, он меня не пробивает. Он по-другому заходит. С другого уха. Ты вот спроси у него. Вот он тебе говорил за Бога. А ты спроси. Он Бога сам видел? Что он тебе так рассказывает, как будто он с ним вчера на прогулке расстался. Написано, Бога не видел никто, да? Нигде. И вы знаете, это меня вот действительно думаю. Я вот действительно, он сам Бога-то видел? Он так рассказал, как будто я так. Ну, я подошел, я тоже сказал, говорю. Слышишь, Вить? Он говорит, что? Ну, я тебе почти поверил. Один вопрос. Он говорит, какой? Я говорю, ты сам-то Бога видел, нет? Ты, говорю, так преподнес, как будто вот только что ты вот как пришел, ты с ним в коридоре там встречался и зашел в камеру. И так встаю, так, знаете, лукавинка в глазах, да? Знаете, человек мне на секунду не садо рвнулся. Он говорит. Ты веришь, что радиация есть? Я, конечно, верю. Белоруссия была, с Украины, с Чернобыльской. Накрыла. Я же, конечно, верю. А вот скажи, какого она, какая она? Я говорю, в плане, ну, черная, синяя, красная, белая, мягкая, жесткая, горькая, сладкая, кислая. Какая она? Я говорю, да я откуда знаю. Ну, ты что, ее не видел? Я говорю, откуда я ее вижу? А как ты веришь, что она есть, если ты ее не видел? Я говорю, не понял, к чему ты клонишь. Он говорит, хорошо. Вот знаете, можно сказать, да, мы воздухом дышим. Мы верим, что воздух есть. Говорит, ну, Дунь, поймай, покажи, какой воздух. Какой? Покажи. Мы же его не видим, но мы верим. И вот он открыл Евангелие. Эту книжечку, опять же, с которой не расставался. Вот смотри, написано, говорит, Бог есть дух. Ну, как ты дух можешь увидеть? Бог есть дух. Ну, он, все в нем, и он во всем. Бог во много, миллиарды, триллионы раз более реален, чем мы здесь, люди на этой земле. Бог без начала, и мы через Него, благодаря Ему, мы здесь, дорогие мои. И когда знаете вот такие простые, просто бы, как бы, подтверждения, она, конечно, действительно, просто сегодня хочется сказать вам, чтобы вы никогда не забывали того обетования, которое Христос, Иисус Господь наш, говорит каждому сегодня из вас. Вот я с вами, во все дни, до скончания века. Господь Иисус Христос, с вами, с каждым, во все ваши дни вашей жизни на этой земле, кому сколько отмерено, с вами, мы даже порой не понимаем, насколько вот до конца вот эту истину. Мы просто берем как-то поверхностно. А если мы вдумались в Его сказанном, мы понимали, что если Бог есть Дух, мы Его не видим, но Христос сказал, я с вами, во все дни, до скончания века, значит, я утром просыпаюсь, Он со мной, Дух. Я на кухню вышел, Он со мной, я на улицу вышел, Он со мной, я в машину сел, поехал, Он со мной, я в автобусе поехал, Он со мной, я приехал на работу, Он со мной, на учебу, в институт, в школу, Он со мной, в магазине домой пришел, Он со мной, Чего мне бояться? Если Бог за меня, кто против меня? Он со мной, трудности, проблемы, нужды пришли в жизнь мою, что мне за голову хвататься, что мне есть пить, во что детей одевать, куда бежать, у кого занимать? И Он со мной обратился, говорит, Господь, я не знаю, как решить этот вопрос, мне завтра за квартиру платите мне ни копейки денег, я не знаю, как решить этот вопрос, я не то, что так вот взял, расточил эти деньги, ты же знаешь, какие были вопросы, помоги. Как вы думаете, поможет? Поможет, аминь, но верим ли мы? Сможем ли мы верой это принять, помощь? Христос говорит, приду на землю, найду ли веру на земле? Я приготовил для тебя, я тебе дам, но сможешь ли ты этой верой принять? Господь с нами. Куда же тебе понесло, бедолажку? Вот послезавтра же попадешь, остановись, пока не поздно. Страх будет Господний. Когда вы будете каждый день знать, что Он с нами во все дни, с нами, Духово присутствует, страх будет Господний. А страх Господний – это уже начало мудрости, это уже шаг к победе, дорогие мои. И вы знаете, когда я к нему подошел, я сказал, я говорю, слушай, ладно, что мне делать? Он говорит, молись. Саш, молись, я за тебя буду молиться. Я говорю, ладно, давай, хорошо, напиши мне пару молитв. Он говорит, каких? Я говорю, ну как там у вас? Ажеси на небесе, как там? Я ходил в православную церковь, он говорит, да слушай, подожди, ты отца, знаешь, помнишь своего отца? Я говорю, ну конечно помню. Он говорит, ты в детстве как с ним разговаривал? По бумажке как? Я говорю, как по бумажке? Ну ночью писал, потом выходил, папа слушай, и пошел. Я говорю, ты что, смеешься, что ли? Он говорит, ну Бог живой, отец-то, понимаешь? Ну я же тебе только сейчас говорил, Он Дух, Он везде во всем, ты понимаешь, Он присутствует. Он тебя слышит. Он тебе будет отвечать через твои молитвы, ты будешь это видеть, как Он тебе будет отвечать. Что лежит в твоем сердце, то и говори. Я думаю, ладно, хорошо, вечера дождусь, лег на кровать, накрылся одеялом, двумя телогрейками, чтобы никто не видел, никто не слышал. А знаете, страх еще в человеке, да, присущ от мнения других. А что скажет, а что подумает? А вдруг действительно Бог есть, как тот разбойник? А вдруг действительно Господь есть, а? И вот он шанс. А если сейчас отверну, я потеряю. Ну а если его нет, чего терять-то? Ой, чего я теряю? Ну накроюсь, никто не слышит, не видит. Ну потом, как будто ни в чем не бывало, было жить, как и жил, если его нету. Но слава Богу, что он вчера и сегодня вовеки тоже. Аминь. Я прихожу к тебе, Христос, мне больше некуда податься. Вся жизнь один сплошной вопрос, в котором трудно разобраться. Моей изломанной судьбе никто сегодня не поможет. И я иду к тебе, Сын Божий, я все-таки иду к тебе. Я знаю, что такое страх, как холодны его объятья. Я знаю, как звучат проклятия на самых разных языках. Я знаю, что такое смерть и что такое ярость битвы. Но объясните мне теперь, что значит благость и молитва. Что значит радость чистых слез, освобождение от былого. И я иду к тебе, Христос. Твои слова принять готовы, колючих терниев венок. Венчал посланника Господня. Все это было так давно. Но для таких, как я сегодня, Все эти ужасы креста, И унижения, и наветы. Все ради тех, кто жить устал, В плену вопросов безответных. И я к Голготе прикоснусь, Я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, Никто мне больше не поможет. И я к Голготе прикоснусь, Я так устал от бездорожья. Я прихожу к тебе, Иисус, Никто мне больше не поможет. Аминь. И вот здесь начались чудеса в моей жизни. В лучшую сторону. Слава Богу. Вы знаете, когда я сказал Господу, Что я не знаю, готов я, не готов. Вот этот человек говорит, что ты есть. Он сказал, чем больше будешь правды говорить, Тем больше ты будешь мне помогать. И я не хочу тебе врать. Я говорю, ну, мне вот сейчас дадут срок. Я не хочу сидеть, Господь. И вот ты есть. Ну, вот он говорит, ты есть. Ну, помоги, ну, сделай что-нибудь. Сделай так, чтобы меня все забыли. Чтобы никто не знал обо мне. Чтобы меня вот здесь прямо забыли, И никто обо мне не знал. Измени, говорю, меня. Измени мою жизнь. Я сам ничего не могу с собой сделать. Я как проскочусь уже по накатанной. Говорю, останови меня. Что хочешь, сделай. Сделай что-нибудь. И вы знаете, я вам хочу сказать, Что действительно Бог вмешался. И когда мне пришли расписаться за дело, Я закрыл дело 23-го числа. Закрыл дело 23-го числа. Должен быть суд. Я закрыл дело, и 23-го числа пришло. Ну, я собрался утром на суд. Все в камере. Никто за мной не приехал. На следующий день никто не приехал. Я молюсь, Господи, слава Богу. Хорошо. Пускай никто не знает, вообще забудут. Неделя прошла. Мне говорят, может, позовем, скажем это. Начальник говорит, тихо, всем сиди спокойно. Никуда никого не зовем. Но все равно надо было решать вопросы. Я, конечно, на утренней проверке, Когда начальник зашел, я говорю, Слушайте, а что? Я говорю, суд должен быть, и ничего не это. Они говорят, что это серьезно? Я говорю, серьезно? Ну, пошли посмотрим. Он меня в кабинет заводит. Начальник перестанет на термо открывать журнал. Точно? Говорит, у тебя суд должен быть. А что ты не сказал? Я говорю, сейчас в петлю буду лезть, что ли? Я не сказал. А сам стою, духом молюсь. Я говорю, Господи, я такой протестант был. Я говорю, вообще, чтобы забыли все. Вообще, чтобы никто не знал. Он говорит, хорошо, я сейчас позвоню. Звонит в суд. Алло. Я никогда не слышал, чтобы на том конце провода Говорили громче во много раз, Чем он сам рядом со мной сидел. Вот такой вот должен быть суд. Да, должен быть. Его не забрали. И что? А почему его не забрали? Не знаем. Так посмотрите. Не знаем. А кто знает? Не знаем. Я говорю, Господи, вообще, чтобы никто не знал. Вы как автоответчик посадили на тот этот? Так позвоните куда-нибудь, кто знает. Говорит, хорошо, сейчас позвоним. Раз звонят там, не знаю куда, в прокуратуру или куда. Алло. Он, да, да, слушаю, что там? Там тоже не знают. Да кто же знает? Не знаем. Что мне с ним делать? Не знаем. Он говорит, слышите? Я говорю, сейчас выведу за ворот и выпущу на свободу. Он говорит, нам какая разница? А мне тоже, говорит, разницы нет. Кидает трубку. Говорит, собирайся, завтра решишь этап. Я говорю, Господь, сделай так, чтобы меня и завтра никто не вспомнил. На следующий день я выхожу этапом на зону. Вы знаете, у меня язва желудка была, гепатит печени, хронический бронхит, куриная слепота, хроническое пневмоние легких, гастрит. И это левая почка уже там отказывала, уже все. Многие такие вот опухали. И, знаете, мне давали диету по состоянию здоровья. И я читаю слово. Так, я по пять-шесть часов мог сидеть в Библии. Я вообще даже сейчас сам себе заведую. Я не столько, я читаю каждый день, но не столько. Я въедался. Я нахожу в Ветхом Завете, что мои грехи, болезни, немощи, недуги взял на себя. Тело на своем понес на крестах, прибил к кресту. Я говорю, Господи, грехи ты взял. Что болезни-то во мне, а? Что они остались? Ты не можешь такого быть. Я говорю, сделай что-нибудь. Я говорю, ну как это ты оставил? Ты же сказал, во. Ну ты же вот. Вы знаете, вот действительно, так слово я верил и верю. Не в Бога я верю, а я верю Богу. Что Бог говорит, что Он есть для меня, это уже давно, да, аминь. Это было от начала, и он и будет вовеки. А в Богу поверить, то, что Бог говорит, и брать это за реальность, брать это в жизнь свою, наполняться этим словом, и применять его в действии в жизни своей, под водительством Духа Святого, то, чтобы Дух действовал в слове Духом Святым. То есть, вы знаете, и когда я говорю, что? Я говорю, ну сделай что-нибудь. Я говорю, ну выкинь эту печень, ну выкинь эти легкие, желудок этот выкинь. Я говорю, ну поставь эту, как мотор со старой машины выкидывает, вернее, старый мотор со машины выкидывает, новый вставляет, трубочки там проводят, там что там надо, свечи. Я говорю, поставь желудок новый, поставь без дырок. Я говорю, печень эту и поставь, я говорю, новую, легкие новые, говорю, капиллярчики, сосудики, веночки там подсоедини. Вы знаете, я вот так вот молился, то, что помнил по анатомии, там, ну, что там проходил в интернате, когда учился, а был отличником круглым. Ну, как, не то, что познание, феноменальная память была хорошая, я так послушаю, так это, что учили, говорит, уже на четверку могу ответить спокойно. А если прочту, все, опять это, заповедение стали прочерки, так. Так, бабушка в выходные забирала, говорит, что у тебя прочерка, я говорю, выше пятерки оценки нету. Он, понятно. И потом как-то вызвали в школу и в интернат, там, заповедение плохое. Что-то ей говорили, она говорит, да что вы врете, вы ему сами ставите хорошие оценки, что он там может делать, хороший человек. Она говорит, какие мы ему ставим хорошие оценки? Она говорит, да вот, видите, черточки. У вас же выше пятерки нет оценок, говорит, бабушка, у нас ни за единицы нет оценок, говорит. Вот, вы знаете, и вот действительно, и я говорю, господи, ну ты же это можешь сделать. Я не знаю, сколько молился, месяц, два, три, четыре, пять, не знаю. Но дело в том, что однажды приходят списки в камеру, и моей фамилии нет. Я думаю, вот это, да, пропустили диету. Раньше, когда я сидел, белый хлеб не давали в термах, только больным, ну, кто на диете. Белый хлеб, кусочек масла, яичко, утром сядешь, а я так любил чай попить, а разрежешь, так это намажешь. Яйцо почистишь, сидишь, чайком пьешь, смотришь, как тебя завидуют. Вот. Прости меня, господи. И, значит, иду разбираться, конечно, ну, как я буду дарить белого? Я говорю, прихожу к врачу, то ли Павел Иванович, или Иван Павлович, ну, не помню. Я говорю, дело в том, что, говорю, мне что-то, диету не выписали? Говорит, анализы сдавал, ну, они же записаны, у меня такая медицинская карточка была. Я говорю, конечно, сдавал. Вот, на завтра придешь. Ну, прихожу на следующий день. Я говорю, ну, что? Он говорит, да, все нормально, говорю, слава богу. Я говорю, ну, когда будем получать? Он говорит, никогда. Я говорю, не понял. Ну, а вы знаете, я вам хочу сказать, что я вот эти каждый день я просил здоровья, как у младенца. Я говорю, дай мне здоровье. Вот как, вот младенец рождается такой, как говорят, кровь с молоком, пышет здоровьем такой, там, на 3,500 или 4,200, да, такой. Я говорю, дай мне вот такое здоровье, Господь, чтобы такое было. И, знаете, я вот так говорю, дай, как у младенца здоровье, чтобы у меня вот это все, как будто я заново уже родился бы, и так далее, и тому подобное. И он говорит, никогда. Я говорю, как никогда? Я говорю, Павлович, ты же знаешь, сколько у меня болезней. 37 болезней неизвестные науке. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, слушай, вот мы тогда молимся, просим исцеления. Спина болит, нога болит, почки, радикулит. Попросили. Через 5 минут кто-то звонит. Мы уже поблагодарили Бога, что он приняли это исцеление. Ну, какие-то симптомы будут, день-два, может, а может. Ну, я не знаю, как Господь. А я вот вам немножко потом расскажу, 2 минуты буквально. И потом кто-то звонит и спрашивает, ну, как ты? Ай, не говори, спина достала уже, болит. Да ты только что молился, говорит, благодарю тебе, Господи, что ты услышал мою молитву. И опять вот эти болезни, иди ко мне. Иди болей дальше, моя спинка дорогая, я не могу без тебя быть. Мы так любим болеть, дорогие мои. А в книге, в Библии написано, что прекрасны ноги благовестника. Прекрасны. Как прекрасны ноги? У больного человека ноги разобрекрасны, он ходить не может. Он крикит. Прекрасны, когда здоровый, прижищенный идет, благовестствует миру, да? Евангелие. Ему некогда болеть, некогда болеть. Вот начните благовестствовать, я вам скажу. Все, все болячки от вас выйдут, 100%. Вот. И вы знаете, и когда я ему сказал, он уже видит мою тугадумие, Господь не он, а Господь. И через 100 неверший человек говорит, иди, у меня столько народу там стоит в коридоре ждет, ты меня тут забиваешь, время только отвлекаешь. У тебя здоровье, как у младенца? Что ты мне тут говоришь? Я говорю, у какого младенца? Я секрет, думаю, откуда он, знаешь, я в Морелисе прошу здоровья, как у младенца. Это 98-й год. И мне, я прям как стоял в кабинете, у меня как волна так сошла, а зрение такого, да ты исцелен. Я там чуть в кабинете не запрыгал. Ну, просто не так бы поняли, может быть. Я говорю, все, понял. Я говорю, извини, Павел, все, слава Богу, все, хорошо, исчезаю. Я выбежал, прибежал в камеру, я не встал, на колени упал, я благодарил Бога. 98-й год, до сегодняшней дни я ни одной таблики, ни одного лекарства не держал в руках. Я не знаю, что это такое, дорогие мои. Ни болезни, ничего не знаю. Ни одной медицинской карточки нет в Беларуси. Нет, в моей поликлинике есть медицинская карточка, где написано все два слова. Данных не имеют. Дорогие мои, слава Богу, не болейте. Пусть Бог благословит вас. И вы знаете, если даже есть какие-то болезни, возможно, слава Богу. Возможно, что-то Бог хочет сказать, показать. Хорошая пора для человека написана труд и болезни. Поэтому надо рассуждать, размышлять, исследовать, вникать. И Бог будет отвечать. И вы знаете, и вот так я получил исцеление. И вы знаете, когда у меня Бог освободил сразу от алкоголя, от наркотиков, от луда, от все, вот это, журналы эти, порнографии, все остальное, все выкинул, сжег, все там избавился. Амулетики эти, все эти разные символы эти, что я вам говорил, страдал, да? И с расцентиком, и с нумерологией, все там, отрекался, молился, помню, там, часами воюме Иисуса Христа отрекаясь. Господи, всяких проклятий родовых, наследственных, освободи, разруши, сокруши вот это все, что, и чтоб на детях моих не было, ну и так далее, там подобное. А вот курить и маджаргону 33 года, я вот знал только два нормальных слова, слушай сюда, маджаргон, маджаргон, маджаргон. И вот она во мне сидит, я вот кому-то говорю о Христе, потом раз вылетает, думаю, да ты что, я плакал, я не мог. Я говорю, ну господи, ну сделай что-нибудь, ну хоть перегородочку ставь, ну что ли, ну что это такое, ай, ну не могу я. И знаете, как-то я гуляю с другом, с одним разговариваю тоже, ему начало Христе говорить, он мне говорит, ну как, а не он мне говорит что-то, и говорит, ну как ты думаешь, я говорю, слушай сюда, и тут у меня грязь как бы, и много раз, и задыхаться осталось, ну да что такое-то, раз, вроде сердце нормально, а он тоже смотрит, что, блин, говорит, ничего, врача, я говорю, тихо, и я так раз, перегородочка стоит. Ну я же, я же не буду ему говорить, что перегородочка, то, что с головой пересидел, наверное, уже все. Я так ему, тихо-тихо, ну типа отойди, отойди, отошел там, такая сетка на прогулке, я говорю, ну так мысленно, я говорю, Господь, благодарю, дай воздуху, дай, говорю, вздохну, так вздохнул, говорю, благодарю, Господи, сделай так, чтобы я до конца прогулки молчал, вообще не оговорил. Вот, и я проходил только так, у меня еще не спрашивали, я там, да, нет, а я говорю, что ты, я говорю, а, типа зуб болит, зуб болит. И вот так я полгода учился, вспоминался нормальные слова, дьявол все стер. Я не то, что я вообще был, как бы, молчал, был немым, нет, я разговаривал, говорил, но как только грязь начинала литься, сразу оп, и так, говорю, говорю, потом, сажусь, я так уже сижу, так смотрю, слушаю, думаю, только что говорил, что он переставит. Вот так полгода. И сигареты мне вообще не читал, куриваю за грех, ну, что такое, курят там, что такое, ну, что я, ну, сигареты мне, братья, говорят, брат, это грех. Я говорю, какой, ну, молитесь, ну, молитесь, если это грех, Бог уберет. Брат, ты тоже молись? Я говорю, хорошо, буду молиться, но пообещал, надо делать. Ну, как я молился, Боже, ну, если тебе надо, убери, ну, что, если не надо, ну, значит, это нормально, ну, что, ну, мне нравится курить. Я удовлетворение получал, удовольствие, все нормально. Читаю книгу Исаии, когда раз читаю первая глава, там как-то не помню, какой стих. «Курение вашей мерзостью в очах моих». Не понял. Опять. А мне идет как мне, не ваше, а твое. «Курение твоей мерзостью в очах моих». Думаю, да ты что? Я быстрее оправдание искать. «Опа, курение, вспоминаю. Это же воскуривали фимиам, да? Ну, фимиам воскуривали, да? Там идолам, ну, кому угодно, да? Я говорю, а, фу, не меня. Это у нас как мы, да, слово читаем Божье? Бог конкретно говорит тебе, кто-то, кто-то ты. А не это, Глаши. Точно она. Или там Ваня. Вот он точно. И приходим раненько же, придем утром, чтобы не пропустить из них кого-то. А там бежит Глаш или Ваня там. «Приветствую, брат». Или сестра. «Стой, стой». «Чего? Есть тебе что? Ну, чего? Так Господь говорит. И пошел. И остаешься сам голой, ногой, без одежды. А примеряешь на того, кого не надо, примерять на кого не надо. Сам остаешься. Мы же читаем. Как вот что-то плохо, ну, обличение идет. Для нас это плохо, мы на кого-то примеряем. А как только хорошо мы уже тут плечи расправим, крылья растут у нас, хоть взлетать. Дорогие мои, Библия всегда говорит только тому, кто ее читает. В первую очередь, говорит мне, в мое сердце, в каком она состоянии, в каком состоянии мой дух, душа, жизнь моя, что я занимаюсь. И только лишь когда я принимаю, соглашаюсь, смиряю, прошу освобождения чечения от священия, когда бревно Бог помогает мне из моего глаза достать, только потом я могу помочь брату или сестре с учетчиком. И я читаю, раз, фимиам, ой, хорошо, пронесло. А Господь говорит, я говорю, так это ж фимиам. А Он говорит, а кому ты шабишь свой фимиам, да, куриш? Какому Богу? И до меня доходит, это же тоже фимиам. Я так раз размышляю, думаю, не, ну что тут надо проверить. А всегда Бог дает подтверждение. Когда я так чуть-чуть начинаю, как говорится, тормозить, ну, полукас, честно признаюсь, ну, раньше. Где-то сейчас, где-то я уже не полукасу, но где-то так не хочется, понимаешь, Бог тебе дает подтверждение. Через день, через два, обязательно, вот лови в слове, обязательно получишь подтверждение. Проходит день-два, читаю место, ничто нечистое не войдет в Царство Божие. Думаю, да ты что, я прям конкретно знаю, что закуриваю. И у меня такое ощущение, как будто я вот сейчас прям не войду. И мне стало страшно, я стал молиться, говорю, Господь, прости за мое лукасство, за то, что вот это все, вот пытался уйти от этого, я говорю, прости. Я говорю, я не брошу. Ну, мне нравится, да, я удовольствие получаю, мне нравится. Я не брошу. Вот давай сделай так, вот ты мне прости, очисти, освяти, и забери прямо сразу. Ну, забери, ну, потому что я не брошу, ну, о чем мне тебе врать-то? Смотри, не забирай, на следующий день живой, нормально. Я опять молюсь, говорю, Господи, ну, тогда сделай так, чтобы отвращение у меня было к этому. Чтобы я боялся, прикоснулся. Бог дал отвращение, когда я зашел в камеру и на столе увидел пачку сигарет красную на тумбочке. И остановился, у меня такое было, как будто вот это, у меня рак был, вырезали раковую опухоль, и сигареты торчали, а сигареты раковой клетки. И если я не только закурю, а вот так вот за сигарету возьмусь, то вот эта раковая клетка просочится через мои поры в сердце, и я умру. Я так смерть так ощутил конкретно, не знаю, что это было, но я несколько лет боялся прикасаться к сигаретам. Несколько лет. Я на 10 дней поймался на мысли, что вообще меня не тянет курить почему-то. И боялся прикасаться. Многие курили, друзья, я говорю, дай там конфеты или семечки. Говорят, Саш, в куртке возьми, в куртку лезешь, у всех там, где у кого-то пачка сигарет. И когда мои пальцы прикасались к этой пачке сигарет, у меня было такое состояние внутреннее, что как будто эта гадюка спит, свернулась. Я до ее головы дотронулся, постучал. Я на пальце свою открыл, я прям вижу конкретно, она зубы выставила. Вот сейчас вот, я с такой скоростью выдергивал руку, мне уже ни семечки не надо было, ничего не надо было. Дорогие мои, если кто-то в чем-то повязан, связан, просите у Бога. Но отдайте себя всего ему. Знаете, вот мне не надо, чтобы мне голова болела после того, что я кофе крепкий пью. И не могу Библию читать и молиться, пока вот чашку кофе не выпью. Но мне, говорит, нравится, я не привязан, это независимость. Я говорю, да я сам болел этим, я тонны кофе пил. И поймался на мысли, что я не могу почитать утром Библию, и помолиться, пока вот чашку не выпью крепкого кофе. Это зависимость. Вот, дорогие мои, пусть Бог благословит. И знаете, много можно говорить, если на чудесах Божьих. Каждый день они присущи. Умеем ли мы их видеть? Умеем ли мы видеть присутствие Божьего в нашей жизни? Или мы уже остыли? Или же мы уже ослабли? Или мы уже вообще уже совратились на пути иные? Или увлеклись иными ветрами учения? Умеем ли мы пребывать в присутствии Божьего, в покое Его, дорогие мои? Я могу рассказать, много времени уже подходит к концу. Просто я хочу еще спеть пару песен в окончании. Я вам расскажу буквально вчера. Вчера на воскресенье было, да? Вчера. Счастливое время не наблюдает, извиняюсь. Вечности времени нет, чем не здесь вот. Вот. Вчера приезжаем в тюрьму, в одну, здесь, в Эстонии. Там уже все заранее. Там же электроны, это все. Разрешение написали, послали запрос. Начальник директора тюрьмы подписал. Переслал начальникам оперативной части, режимной части, администрации. Все подписали. По кругу прошло это время. Вернулась старшему капеллану. Все, она в компьютере, разрешение, все. Ну, люди, они занятые все. Много приходит бумаг, много писем. И он решил корзину почистить свою. Ну, понимаете, да? Нажал, и она ушла, короче, от разрешения. Администрация тоже же. Ну, дало, 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 дало. Им уже это не интересно. Они же просто подписали. Все, тоже раз, почистили. Ну, в общем, его нету. Нету. И мы приезжаем, заходим туда, там раз, смотрим. Говорит, а таких нету, ни разрешения, ничего. И женщина-капеллан, сестра, говорит, да как так? А, говорит, ну, говорит, не знаю, разбирайся. Но она прошла, говорит, подождите немного. И мы стоим с братом, ждем 10, 20, 30 минут, 40 минут. Я говорю, давай молиться, Дима. Начинаем только молиться, буквально пару минут. Я смотрю, охранники что-то засуетились, там, за телефон у нас смотрят. Там, тот упор отсутствует, что-то смотрят и показывают, заходите. Мы заходим. И в чем дело? Она нас пропускает, слава богу, за все. Вот она рассказывает. Она вышла, потом рассказывает. Она позвонила этому капеллану. Говорит, а что я сделал? Он говорит, позвоните директору. Она говорит, а что ему звонить? Такого нельзя, недопустимо. Второй раз уже все. Такого никогда не было. За все времена Эстонии по терминам никогда такого не было. Я говорю, звонить не буду, звони сама. Она говорит, да я-то откуда? Вы старший капеллан, вы с ними идите напрямую сельсию. Он говорит, все. Положил трубку. Я ему звоню, бесполезно. Они поднимают трубку. Я говорю, мужу попросил, может, ты позвони, поговори. Тот звонил, бесполезно. Через какое-то время, она говорит, ну, я уже не знаю. А там уже братья собрали в церкви перед тем, как, чтобы завелить в тюрьму людей. Ну, там группа прославления ихняя, церковь местная, слава Богу. Братья, которые веровали там. Она говорит, давайте молиться. И вот братья молятся там тоже. Звонок по телефону. Она на трубку поднимает этот капеллан. Ну, что ты звонила? Она говорит, нет, я не звонила. Ну, дай мне телефон, если вы не хотите, я сама буду звонить. Он говорит, ладно, я сам позвоню. Позвонил директору. Директор звонит дежурному там администрации в этой тюрьме, чтобы пропустили и разрешили. Слава и подарения Господу. Это только мог сделать Господь. Это только мог сделать Бог. Больше никто. И кто мне скажет, что я не вижу в жизни чудеса Божьи? Чудеса – это не бегу я за ними. Когда ты идешь, как апостолы, и несешь Слово Божие. Несешь благую весть для людей, которые открывают им Христа как Спасителя, как Мессию, чтобы они и души их были спасены, то чудеса из-за меня не идут за тобой следом. Бог, сказанное Слово, подкрепляет чудесами и знамениями во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Спою еще две песни. Одна из них – свидетельская песня. И вторая – заключение – песня о моем служении, о которой мы два слова также скажу, потому что я вам не сказал. И эта песня – свидетельская, самая первая, одна из первых, даже самая первая, где я рассказываю о себе. Ты со мной И обратной дороги мне нет Нет дороги К пути Воровскому Я теперь По-другому встречаю Рассвет И на все я смотрю По-другому Совершенно Иначе теперь я живу Я покинул свою Волчью стаю Как ребенок Сейчас я реву и реву Горь про милость Никому 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 Как же мог я Стыдиться тебя, царь-царей Как же мог над тобой Насмехаться Словно ты А не я был грабитель людей Будто ты А не я был мерзавцем Эта милость Твоя гонит слезы из глаз Даже ко мне Ты ею Расклавишь Я плевал На тебя Но ты меня спас Да еще Ко всему И прославил И сейчас Я тебя не пред кем Не стыжусь Я рыгаю Уранен Но Это мой Это мой Это мой Это мой Иисус Мой спаситель Господь И мой Бог Раньше, мама Я знал о распятом Христе По наколкам По наколкам Да По анекдотам Но С надеждой Позвал я К нему В простой И Он Вырвал Меня Из Болота И Сейчас Я Стою Пред царем Всех царей Я Свободен Я Божьем Народе А Из Чистого Сердца Горячий Ручей С Новой Песни На Волю Выходит Эту Чужую Песню Нельзя Удержать Это Горечь И Радость Души Только Ты Только Ты Это Можешь Понять Мой Господь Только Ты Только Ты И Сейчас Я Тебя Не пред кем Не стыжусь Я Рыдаю У Ранен Но Это Мой Это Мой Иисус Мой Спаситель Господь И Мой Бог Это Мой Это Мой Иисус Мой Спаситель Господь И Мой Бог Аминь Слава Богу, вы знаете, я когда молился и просил Бога, я уже просил, чтобы иметь труд именно с друзьями, с знакомыми и с такого рода людьми, какими я был сам. И знаете, место в слове Писания, которое подтвердило мне, где написано, неужели откажешься от взявших на убиение? Вы знаете, когда действительно Бог дальше и больше касался того, чтобы идти проповедовать Евангелие всей твари по всему миру, я сперва не понимал, я сперва думал, ну как по всему миру, а где мне столько денег брать, как это ездить? А знаете, мир наш начинается где? В наших семьях. В наших семьях начинается мир наш. Среди родных и близких, которые еще не знают Христа, которые не открыли сердце до Христа. Наш мир начинается на нашей личной площадке, среди соседей, в нашем подъезде, во дворе, в доме, на работе, в школе, в институте, на улице, в магазине, в нашем городе, в нашей республике. Это наш мир, где мы можем проповедовать Евангелие. Если кто-то скажет, что я не могу проповедовать, я не могу благовествовать, дорогие мои, вы можете рассказывать людям, что сотворил Бог с вами в вашей жизни. Аминь. Ничего не преувеличивая, ничего не убавляя. А как есть, Господь Духом будет работать в сердцах этих людей. Вы знаете, я вам хочу сказать, и слава Богу, что Бог так усмотрел, действительно усмотрел и дал такое служение. И у нас они проходят каждую неделю, каждый день в понедельник дома, у меня проходит домашняя группа, которая где собираются желающие в церкве, где пастора желают, чтобы у них в церквях было такое направление тюремного служения, потому что наша церковь занимается тюремным служением. Сам пастор у нас 20 лет ходит в колонию строгого режима, каждый четверг, каждую неделю, и церковь построила пастора Александра Тимофеевича Глински, слава Богу, за этого брата, и церковь за свои деньги построила дом, молитвенный дом в колонии, где проходит служение. И вы знаете, я вам хочу сказать, что пастори, которые хотят, чтобы в их церквях с такого рода людьми проходили труд, проходили, трудились и помогали этим людям, приводя их к Иисусу Христу. Наша задача – приводить людей к Иисусу Христу, дорогие мои. Вы знаете, мы их тащим в церковь, мы их тащим еще куда-то. Приводите людей ко Христу, и потом приглашайте в церкви, в собрания. Но открывайте сперва им Христа, как Спасителя, кто может изменить их жизнь, их сердца. И вы знаете, это в понедельник приходят братья и сестры, приходят те, которые желают, желают трудиться на этой ниве. Во вторник у нас, то есть посещаю с этими братьями и сестрами, то есть где проходит в этих занятиях, как бы ученических и теории практика, одну из наркологий, где одно отделение наркологическое, мужское, алкозависимые. В среду женская колония, в четверг у нас женская, также наркология, алкозависимые женщины. В пятницу у нас наркозависимые, где наркоманы, мужчины и женщины. И в субботу как бы выходной, а в воскресенье, то есть по Белоруссии, в церквях проповедовать, приглашают свидетельствовать, петь или также в лагерях, зонах, тюрьмах, колониях, в туббольницах, где открыта форма туберкулеза, в спецучилищах, где дети малолетние сидят, преступники, а также в притонах, в семьях небылополучных. Дорогие мои, труда много на ниве Божией. Труда много, понимаете? Много. Безработицы нету на ниве. Кризиса тоже нет, не надо бояться на ниве Божией. Делателей мало. Есть деятели, которые только говорят, а вот делателей нету, мало очень, понимаешь? Они есть, но их мало. И Христос уже изначально знал и просил молиться, чтобы выслали делателей. Пусть Бог благословит вас быть добрыми самарянами. Добрыми самарянами. Не быть вот просто, знаете, как мы род царственное священство Бога, да? Всевышнего. Вот такими священниками, которые проходят мимо. Вот посмотрите, вот как вот этот разбитый разбойником человек ограбленный лежал на этой земле пыльной дороги. Сколько таких лежат в вашем городе? Избитых сатаной, дьяволом, ограбленных, помирающих, выгибающих от этих ран, алкоголя, наркотиков, проституции, криминала, дети клей нюхают. Это раны, которые дьявол наносит в их жизнях. А мы, как священники, божьи дети проходим мимо, и нам дела до них, к сожалению, нет. Такие мы, Господи, прости нас, Господь. Пусть Бог благословит вас быть самарянами. Пусть Бог благословит вас быть благовестниками, евангелистами, проповедниками, свидетелями Иисуса Христа. Как словом, так и жизнью. Пусть Господь благословит, наставит вас и направит на истинный путь. Вы знаете, одна же, одна сестра в годах стареца написала на своем заборе, вот такими буквами от одного брата я слышал. Сам не видел, но брат говорил. Жизнь коротка, она скоро кончится. Останется то, останется только то, что ты сделал для Христа. И вот что ты в своей жизни сделал ни для себя, ни для папы, ни для мамы, ни для жены, ни для мужа, ни для детей, для многих или еще кого-то. А для Христа вот это ляжет на весы. Вот это ляжет на весы. А для Христа здесь, дорогие мои, я вам хочу сказать, ничего материального не значило никогда. Единственное, зачем он сюда пришел, что для него было бесценно и драгоценно, это душа человеческая. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее. Душа – это сокровище. В душах каждого человека сокровище для Бога. Она драгоценна, она бесценно. И наша цель любого и каждого, дитя Божьего, в этой жизни, мне было такое видение. Я говорю за себя, я это имею от Бога. Быть угодным моему Господу. Быть угодным моему Богу. А как Богу быть угодным? Бог открывает в 11 главе Коврем 6 стих. А без веры Богу что? Угодить невозможно. И поэтому мы не только в Бога верим. Мы должны верить кому? Богу, Господу. Верить, брать и исполнять жизнь Его волю. Потому что не всякие говорящие Господи войдет в Царство, но исполняющие волю Отца. Пусть Бог благословит быть угодными Ему. Всех нас. Исполнять волю Его с западью. И уметь слышать то, что Он говорит. Уметь видеть то, что Он нам открывает и показывает. Тот путь, на который Он нас ставит. Не искать своего. Не искать своих интересов. Не искать своих целей. А искать. Помышлять о горнем, а не о земном. И искать лица Божьего, пока есть время, каждый день. Эта песня, она так и называется. Хваля Христа. Заключение, которое хочу спеть. Заключение, которое хочу спеть. Что славлю не Тебя, а Иисуса. Что прошлое мое Тебя смущает. Ты ждешь меня назад, нечистый дух. Не жди, сам Бог меня оберегает. А Он меня не выпустит из рук. Я только Иисуса прославляю. Я только Иисуса прославляю. Иисуса прославляю. Иисуса прославляю. Иисуса прославляю. Он, что это не приводит. Иисуса прославляю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok